Приветствую вас, мои дорогие! Я рада, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Жанна Фетисова. Сегодня мы поговорим о покупках в FixPrice. Сейчас осень, на улице довольно еще тепло. И это так здорово, я считаю. Я очень люблю осень, но, наверное, еще за то, что у меня в ноябре день рождения. Так что, правда, вы знаете, когда я была маленькой, в ноябре уже был снег. Сейчас я сомневаюсь, что в ноябре будет снег. Итак, осенние мотивы. Вот такой чудесный горшок вы могли видеть в моем влоге. Это керамический такой вот горшочек. В принципе, в нем можно сделать отверстие. Там есть такое вот место под отверстие. Но я использовала его не под цветы, а, как вы видите, под своей кистью. Замечательно! Так удобно! Он абсолютно, вот видите, такой вот вертикальный, очень красивый, с осенними мотивами. Посмотрела на дне, есть цена. 77 рублей он стоит, вот этот горшок. Он такой немножко тяжеленький, но я даже рада. Я вот такую вот, собственно, подставку под кисти искала. Она не будет переворачиваться, если кисти тяжелые, их много. Недавно я выложила влог. Вот последнее было мое видео. Посмотрите, пожалуйста, он шикарно смотрится на туалетном столике. Продолжаем тему осени золотой. Вот такие вот очень красивые салфетки, пластиковые, на стол. Каждый сезон я оформляю новыми салфетками. И благодаря, в общем-то, фикс прайс, у нас очень красивый стол. Стоимость вот таких салфеток что-то в районе 25 рублей за штуку. Вы удивитесь, но я видела эти салфетки в других магазинах. А в других магазинах они стоят 65 и выше рублей. Представляете себе? Ну, то есть за 25 я готова их выбросить через месяц рублей. А вот за 65 как-то уже не очень, да? То есть разница в цене огромная. В данном случае, естественно, нам нужна не одна, нас трое и для гостей еще надо. Ну, то есть я покупаю вот таких 5-6 штук одинаковых. И ранее, видите, мы уже приобретали вот такие очень красивые тоже салфеточки. А здесь моя любимая лаванда. И затем я приобретала вот такие вот салфетки красивые с розами. Кстати, на них я тоже что-то снимала уже. Где-то они у меня появлялись. В общем, вещи очень красивые, практичные, удобные. Ну, а если что, в принципе, и не жалко выбросить за 25 рублей. Я хочу вам показать. Это вот такую замечательную, очень красивую рамочку. Посмотрите, пожалуйста, ее вблизи. Она очень аккуратно сделана. Такая под дерево, я бы так сказала. Такой пластик под дерево. Да, мы уже поставили, как вы видите, картину, которую приобрели в Санкт-Петербурге у автора. Здесь изображен Исаакиевский собор. В Санкт-Петербург мы ездили всей семьей в августе и снимали об этом влог. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Оставляю вам ссылочки. Вот здесь наверху под восклицательным знаком. Очень удобное крепление, очень легкое. То есть, если вы хотите очень быстро что-то поставить в рамочку, вот это замечательные рамки. В зависимости от магазина, к которому вы зашли, наличие товаров может разниться. Но вот в том, в котором была я, были различные цвета этих рамок. По-моему, вещь отличная. Будет очень красиво смотреться на наших молочных с золотом обоих. Я второй раз приобретаю вот такие вот корзиночки. Тех, кто ни разу не видит, обратите внимание, они очень элегантные. Смотрите, какие они вблизи. Очень аккуратно сделанные. Здесь вставочки внутрь. То есть, вы можете самостоятельно вот так вот вставить их и разграничить средства. И они не будут болтаться. Да? Вот так, да? То есть, вот эти вот средства, да, они уже не будут падать, они уже будут опираться, если они высокие. Косметические средства. И вообще, здесь я храню совершенно разные вещи. Например, одну такую я поставила в туалетную комнату. Это единственный формат, который умещается на нашей такой вот немножко рифленой такой, какой-то фигурной раковине. Ну, такую муж выбрал, спорить не стала. Здесь прекрасно умещаются и маленькие бутылочки, и какие-то такие вот повязочки различные. Да? То есть, в туалетную комнату и на туалетный столик поставить не стыдно. Видите, она довольно симпатичная. Так, следующее. Мой расходный материал. Это вот такие вот спонжи, постоянно ими умываюсь. И маски они прекрасно снимают. Ну, естественно, их не жалею. Как вы понимаете, 55 рублей, да, но это просто копейки. Так что, обратите внимание, вот эта вещь очень удобная. При намокании они становятся такие прям совсем мягкие. Когда высыхают, становятся довольно жесткие. Сухими, пожалуйста, не трите, не растирайте лицо. А так прекрасно шлифуют кожу, и, соответственно, для тех, кто хочет получить хороший, красивый, ровный цвет кожи. А, кстати, сейчас я без тонального средства, только немножечко оформила реснички, просто чтобы вы не потеряли меня на этом светлом фоне. И чуть-чуть блеском губы. Все, больше у меня на лице вообще ничего нет. Так что, если вы хотите иметь красивый, ровный цвет лица, без тональных средств, то обратите вот на это, пожалуйста, внимание, и, конечно же, смотрите мои видео об уходе. Также оставляю вам вот здесь ссылку. Все сюда уже буду складывать, все уже сюда помещается прекрасно. Что я уже стала постоянно приобретать, это вот такая вот краска для бровей и ресниц, но я крашу только брови. Вот сейчас они у меня подкрашены этой краской, как вы видите. Ну, в общем, цвет есть, хотя у меня довольно светлые ресницы и брови. Ну, вот они такие, видите, получаются вполне натуральные. Натуральные. Давайте я к вам поближе. Вот так это выглядит. Отечественная. Вот так прямо написано. Коричневая. Показывала вам ее в одном из своих видео. Просто говорю о том, что да, действительно хорошо работает. Я ее приобретаю, приобретаю снова. Это мои постоянные покупки в фикс-прайсе. Если следовать советам стоматологов, то щетки зубные нужно менять примерно раз в месяц. Полтора, да. Для того, чтобы на них не образовывались бактерии. Ну, и чтобы жесткость их не терялась. Если у вас большая семья, и вы живете не один, да, то это довольно накладно. 5-6 человек, например, каждый месяц менять щетки. Ого-го, сколько вам вылетит, какая будет сумма. Поэтому здесь щетки фикс-прайс, вот такие вот две штуки. Орл Би стоят 55 рублей. Щетки хорошие, мы ими уже пользовались. То есть, они средней жесткости. Ну, я думаю, что вы, в принципе, можете и подыскать той жесткости, которой нужно. Мне нравится сухое мыло. Я очень часто приобретаю не кремовообразные структуры, а вот такие вот брусочки. Покупаю их в различных магазинах, но в основном это стендерс. И сейчас еще заказываю в iHerb. Там у меня просто бывает вообще практически бесплатно за 5 рублей. Шикарный какой-нибудь кусок мыла прекрасный. И положить просто некуда, ребята. То есть, они нестандартные, так и не вмещаются. Я отрезаю небольшой кусочек, кладу вот в такие вот мыльницы и беру с собой в сауну. Это очень удобно. Если вы хотя бы раз были в фикс-прайс магазинах, то вы понимаете, что там цены очень-очень низкие, выгодные. И вот эта мыльница стоит 10 рублей, ребята. Там различные цвета. Но вот мне вот такой вот защитный понравился цвет. Вот такой вот хаки. И вкусности мы покупаем тоже в фикс-прайс. Чаще всего там, ну, дешевле просто обходятся они. 55 рублей жвачка. В принципе, я видела ее дороже в магазинах. И та же стоимость. То есть, представляете, 55 рублей шоколад. Аленка, ну, это вообще не в индивидуальной упаковке. То есть, их очень удобно брать с собой. Просто положить в машину. Ну, вот такой шоколад я точно видела за 100 рублей, ребята. Я уж не знаю, по каким магазинам я хожу. Но вот такие вот цены вокруг. Так что мне есть с чем сравнивать. В общем-то, вещи очень вкусные. Я, правда, много шоколада не ем. Могу позволить себе вот, ну, жвачку пожевать. И одну штучку, может быть. Если очень сильно хочется. Кому я покупаю? Покупаю маме, мужу и дочке. Вот. А теперь то, что кушаю я. Вот это я люблю, ребята. Все натуральное. Без сахара. Я обожаю. Вот оно само по себе сладкое. Кто еще не пробовал, попробуйте. Как-то вам уже показывал эти бананы. Стоят они 50 рублей, ребята. Вот сейчас я все продукты заказываю в утконосе в магазине с доставкой на дом. Вот там такие вот бананы. Ну, другое, может быть, компания и просто производитель. Другая тоже отечественная. 120 рублей. Вот то же самое. Я просто в шоке. Это настолько дешево. Это так вкусно. Это такой прекрасный десерт. Особенно прекрасный для тех, кто придерживается какой-то диеты. И не хочет принципиально есть там какой-то шоколад. Ну, в общем, что-то очень такое калорийное. Выход. Абсолютно выход из положения. Хочется чего-то сладкого? Съешьте. Здесь 100 грамм. Ну, такая сладость. Такая сладость. И совершенно нет сахара. Здорово. Пара хозяйственных товаров. Постоянно приобретаю там вот различные перчатки. И более плотные, и более тонкие. В общем, у меня их масса. Там они самые дешевые. Их такое количество, которое я просто, ну, наверное, нигде не видела. Больше такого разнообразия. Поэтому обратите внимание, перчатки там действительно очень дешевые. И вот такой вот гель мне муж купил в каком-то магазине его. Санита называется гель. Он специально предназначен для удаления жира. То есть с поверхностей различных. Наносите его на поверхность с помощью пульверизатора. И какое-то время даете ему немножечко впитаться и как бы расщеплять жир. Вот это средство приобретено не в фикс прайс. А потом я его увидела в фикс прайс, ребята. В 5 раз дешевле. Я была так расстроена. И я сказала, боже, зачем же мы купили его? Ну, в другом магазине оно было там жутко дорогое. В принципе, многие товары есть не только в фикс прайс. Но они там по глобально высоким ценам. Поэтому обращаю ваше внимание. Вот у нас раньше было израильское средство. Бешено дорогое. Ну, примерно раз в 10. Да, дороже, чем это. И оно было таким едким ароматом. И оно так разъедало кожу. То есть там такая была активная кислота, что я просто вот, ну, у меня просто вот руки болели. Если нечаянно брызнет куда-то, не дай бог, в лицо, когда пшикаешь, ну, просто брызги летят, да. Мы его все использовали. Слава богу, закончили. И вот теперь будем пользоваться этим. Конкретно это я нанесла сегодня на ночь на плиту. Керамическая у нас плита. И утром я просто сняла весь нагар, который я долго не могла счистить. И искала даже скребок для плиты. И не нашла новый скребок, да. Раньше такие продавались. Не знаю, куда все исчезли. Фикс прайс, кстати, тоже его не нашла. Но вот это средство работает. Оно более мягко работает. То есть ему нужно какое-то время. Так, друзья, ну вот сегодня покупок было немного. Но всеми ими я очень и очень довольна. Вам спасибо огромное, что были со мной. Надеюсь, видео окажется для вас полезным. И вы тоже сможете сэкономить. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!